Разбор проката произвольной Трусовой в Норваде. Что не получилось и почему? В американском Норваде завершился турнир U.S. International Classic, где выступала русская ракета Александра Трусова. Грустка одержала победу, но баллы и сам прокат получился не совсем такие, как многие ожидали. Итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом. Как видим, 216 и 80 баллов в сумме это совсем не Сашина оценка. Да и отрыв 4 балла от кореянки, у которой 212 баллов в сумме и которая не набирала никогда так раньше, сложно назвать уверенной победой. Что же не получилось в этот раз? Не получилось, к сожалению, многое. Из пяти четверных прыжков на плюс удался только один. Прокат даже немного напомнил прошлогодний рост Великом Кап, где Саша не попала в призовую тройку, уступив Анастасии Гуликовой. В Норваде, конечно, выступление получилось получше, но все равно уровню и возможности фигуристки оно совсем не соответствовало. Из положительных моментов можно выделить разве что более успешное исполнение четверного Сальхова по сравнению с открытыми прокатами и четвертый уровень на всех непрыжковых элементах. На первом же четверном прыжке Флиппе Саша допустила падение. Возможно, это падение выбило фигуристку из колье и задало тон всей программы. Прыжок был докручен и даже с падением принес неплохие баллы 4,50. Столько можно получить за красивый дупель на плюс 3, плюс 4 Гуе. Четверной Сальхов удался лучше всего. Приземление выглядело намного увереннее, чем в Челябинске, но хорошего запаса на прыжке при покадровом просмотре нет. Самый простой в программе Саши каскад, двойной аксель, тройной тулуп. В динамике смотрелся хорошо, но если разобрать прыжки покадрово, то можно заметить, что тройной тулуп был на грани отметки Q. Когда речь идет о Саше, это тревожный знак, потому что в таком каскаде она обычно легко докручивает оба прыжка. Докрут тулупа, если не в воздухе, то менее 45 градусов на льду. Далее, вместо четверного тулупа у Саши получился только двойной. Что пошло не так? Наверное, это может сказать только сама фигуристка. Здесь уже Трусова потеряла много баллов. Двойной тулуп принес ей совсем какие-то крохи, меньше полтора баллов, в то время как базовая стоимость квад тулупа 9,50 баллов, а при плюс 2 гое это уже целых 11,40 баллов. Уверенные и стабильные четверные лутцы, которые Саша обычно делает очень легко и непринужденно, в США выглядели не так уверенно. Первый четверной лутц фигуристка не докрутила и чудом не упала, коснувшись льда рукой. Второй четверной лутц в ойлерном каскаде на самом деле тоже очень похож на недокрученный. При более строгом судействе здесь легко могли поставить недокрут или отметку Q. Сальхов был близок к понижению, красивого выезда с каскада тоже не получилось. Тройной лутц в финальном каскаде смотрится подозрительно в плане докрута. Можно сказать, что он был где-то на грани. Хорошо, что судьи не стали ничего ставить, а вот тройной тулуп здесь как ни срано докручен лучше, чем в первой половине программы. Если бы судьи в США решили быть более строгими к фигуристке из России, они бы вполне могли найти где придраться и на чем подрезать баллы. Теоретически Саша могла бы сенсационно проиграть вчерашней юниорке Йонджин Парк, но слава богу ничего подобного не случилось. К слову, и кореянку отсудили весьма лояльно и где-то даже очень щедро. 212 баллов для дебютанки взрослого турнира это более чем приличные баллы. Прыжкам у нее тоже можно было придраться, но мы видим у парк кристально чистый протокол, поэтому несмотря на все ошибки и недочеты в прокате Александры, было бы судейским беспределом оценить ее ниже кореянки. Почему же не случился мировой рекорд, которыми все так ждали и хотели? С каждым стартом все больше и больше убеждаемся, что все проблемы Саши исключительно в голове. Если после чемпионата мира можно было грешить на то, что фигуристка физически не выкатывает 5 четверных, то случай Норвади заставил признать, что физически она готова. Саша была хорошо готова как перед чемпионатом мира в Стокгольме, так и сейчас. В обоих случаях, возможно, фигуристка перегорела на тренировках. Помимо всего прочего, перед US International Classic Трусова задрала планку до небес великолепным прокатом в Челябинске, повторить который на соревнованиях крайне сложно. Можно предположить, что сказались общая усталость, перелеты и акклиматизация. Все-таки Саша не успела толком прийти в себя после открытых прокатов и чуть ли не на следующий день полетела в США. Это изматывает и накладывает свой отпечаток, однако на тренировках в Норвади у нее получилось гораздо больше, чем удалось показать на старте. Именно по этой причине можно склоняться к тому, что Александру вновь подвела именно психология. Клишком велико было желание показать свои возможности на соревновании, обновить мировой рекорд и совершить очередную революцию в женском одиночном катании. Трудно сказать, что именно мешает фигуристке реализовать свой потенциал. Никто не может залезть к ней в голову и рассказать, что же там у нее творится. Но очевидно, что с настроением что-то не так. Кажется, работать над психологическим настроением это самое сложное, как в спорте, так и в повседневной жизни. А самое главное, здесь нет однозначного ответа, что делать. Никто не знает, что поможет конкретно тебе в определенный момент времени. Даже работа с профессиональным психологом не дает гарантии успеха. Можно сколько угодно работать над установками в своей голове, искоренять страхи, избавляться от страхов и даже замечать изменения. Но как только ты позволишь сомнениям взять над тобой верх, вся проделанная работа может пойти коту под хвост. Очень бы хотелось, чтобы Саше удалось найти решение этой проблемы и научиться контролировать себя, свое тело и разум. Невозможно наблюдать за тем, как у такой уникальной и одаренной спортсменки не получается в нужный момент показать то, на что она способна. Мы все болеем за Сашу и хотим, чтобы она уезжала в соревнования с чувством выполненного долга и полного удовлетворения от проделанной работы, чтобы все задуманное обязательно получалось. И не только на тренировках. Сама же Саша поделился эмоциями от победы на Юз Интернешнл Классе. «Долгожданный сезон открыт, и пусть прокат получился с ошибками, это только начало сезона. Очень хочу сказать спасибо всем, кто терпеливо помогает мне идти к цели. И, конечно, большое спасибо моим болельщикам. Я точно знаю, вы рядом, даже когда я на другом конце света», написал Трусова. Также тренер по фигурному катанию Терри Тутберидзе поблагодарила болельщиков после турнира. «Спасибо огромным болельщикам за поддержку и любовь, которую мы чувствовали на протяжении всего турнира», написал Тутберидзе. А вот серебряный призер чемпионата мира 2012 Алена Леонова прокомментировала ошибки Александра Трусовой во время выступления на турнире в США. «Возможно, сказался перерет. Был маленький перерыв между прокатами и турниром. Не успела восстановиться. Ничего страшного, главные старты все равно впереди. Трусова сделает выводы и подготовится. Не думаю, что это может сказаться на уверенности Саши. Пускай лучше случится на этом старте, чем на более важном. Нужно ко всему подходить на максимуме. Уже перед самим стартом же понимать, что будешь делать на соревнованиях. «А что пока не нужно? Всегда можно убрать. Понижать планку не очень хорошо», отметила Леонова. Обновление в списках на шестой этапе Гран-при Ростелеком Кап. По итогам контрольных предсезонных прокатов в Челябинске Федерация фигурного катания на коньках России определилась, кого из спортсменов заявить на домашний этап Гран-при Ростелеком Кап по домашней квоте. У женщин решили дать второй этап Майи Хромых. Очень рады за Майю, это было ожидаемо еще до открытых прокатов. Но фигуристка успешно выстроила в Челябинске и доказала, что заслуживает второй этап и шанс побороться за выход в финал. Кто, если не она? Также на этап заявлены Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Серебряный призер чемпионата мира на 2019 Елизавета Трусенбаева пропала из списка участников. Видимо, Элиз на соревнованиях мы все-таки больше не увидим. У мужчин в Сочи попробует проявить себя Марк Кондратюк. Получается, в Федерации фигурного катания России не верить, что Петр Гуминик и Андрей Мазалев могут побороться за выход в финал и решили, что им будет достаточно одного этапа. Марку этапа не досталось, а дополнительные очки рейтинга ему не помешают. Особенно, если фигурист подтвердит третью квоту на Дебельхорне и отберется на Олимпиаду по итогам чемпионата России. Конечно, загадывать далеко вперед с нашими нестабильными мужчинами очень сложно. Кто сойдет в дистанции, а кто начнет набирать обороты, покажет только время. На данный момент понятно только одно – Марк заслужил доверие со стороны Федерации и его готовы поддержать, если фигурист продолжил в том же духе. Будут чистые прокаты, результат не заставит себя долго ждать. От России на этап Сочи вместе с Марком заявлены Михаил Коляда и Евгений Семененко. В парах отдали место Есмине Кадыровой и Ивану Бальченко. Ребята составят компанию Анастасии Мишиной с Александром Галямовым и Дарьей Павличенко с Денисом Хадыкиным. Ребята действительно перспективные и тоже заслужили этот этап. На прокатах можно ответить пару Карина Акопова и Никита Рахманин. Жаль, что в серии гран-при они не примут участия, придется ждать их на этапах Кубка России. В танцах заявили Елизавету Худебердиеву и Егору Базина. Тоже ожидаемое решение. Было бы удивительно, если бы этап отдали кому-то другому. Любители теории Загорова могут выдохнуть облегчением. Дочке Тутберидзе второго этапа не досталось. София Шевченко и Игорь Еременко в этом году, увы, без этапов. В танцах также заявлены Виктория Синицына, Никита Кацалапов и Анастасия Скобцова, Кирилл Алешин. Субтитры создавал DimaTorzok